Сразу подумалось, что именно вот в этих наших замечательных кирпичных, в слегка брутальных и не очень эстетских стенах его работы, его живопись, его объекты, скульптуры будут смотреться особенно хорошо. Предвидение меня не обмануло. Я иногда просто не могу, вот у меня в голове, я это вижу, я это ощущаю, оно материально в моей голове, осуществить я не могу. Вообще-то художник это на самом деле монах. И художник он не должен думать о каких-то там заработках. Человек, который работает для того, чтобы продать работу, это как бы художник наполовину. На самом деле я могу открыть музей, потому что у меня работа. Но вообще, если бы у меня произвести, я у меня не помню. Помню, что я вообще не помню. А просто я с вами приходила и принесла, я не знаю, что я с вами с вами. Художник не может быть концептуалистом и только в голове всю. Он должен быть ремесленником. Вот это называется передовой авангард Ордергарда. То есть это такая революционная тема. А все революционеры на самом деле, они наоборот, как бы, они все делают, чтобы было хуже, а не лучше. То есть никогда революция не приводит к положительному результату. Что мы видим вот на истории России тоже. Потому что была идеальная страна Россия, очень демократичная. Более того, ну если там государственных преступников отправляли куда-то в ссылку, и им еще на содержание давали, чтобы они могли там, чтобы им и на икорку, как говорится, хватало. У меня всегда была, ну на протяжении нескольких лет, я такую мечту в Харькове сделать музей современного искусства. Смотри, какой у нас мечта сохранится. Музей это совершенно другой, чтобы Харьков сразу, если бы в Харькове был такой музей, он бы поднялся на уровень мировых столиц. Вот в чем дело. Потому что вот в Харькове, например, не используются реки. Реки у нас как сточные каналы. Город повернут задом к рекам. И это вот на протяжении, это наша культура, вот эта вот, выглячая совершенно, когда реки, вот взять Амстердам там и все это, Париж, когда ты по этой сене плывешь, ночью она освещена, как улица, и все там это самое. У нас это просто плаки какие-то. И вот на Стрелке, а Стрелка всегда в городе, это центровая мезь, где Харьков впадает в лопань, а там ничего нет. И вот если бы можно было на двух берегах реки сделать такой музей в виде разорванного кейса. Одна половина на одной стороне, другая на другой. И ручка в виде фуникулера. Такое садо. Чего, кстати, нужно видеть? Да, это рептилоид соблазнитель. Значит, искуситель. Потому что у него вот яблоко, ну иначе говоря, это змей тот же, только в другой форме. И вот яблоко у него, на самом деле, это не яблоко познания, а яблоко наоборот, чтобы запутать мозги. Поэтому здесь яблоко в виде мухомора. Такое все. Субтитры сделал DimaTorzok